Футбольный клуб «Тверь» сыграл в ничью в матче 15-го тура профессиональной футбольной лиги и завершил первый круг чемпионата на четвертом месте. В минувшую субботу на берегах Волги гостил лидер группы 2 подвосковная команда «Долгопрудный». Подробности последней в этом году – домашние встречи тверского коллектива у Никиты Васильева. К матчу с лидером чемпионата футбольный клуб «Тверь» подходил не в самом хорошем настроении. Последние три игры подопечные Вадима Гаранина выиграть не смогли, набрав в них всего одну очко. Впрочем, серьезного влияния на положение тверетян в турнирной таблице это не оказало. Вот уже почти месяц «Тверь» располагается на второй строчке. Однако бесследно для настроя футболистов такие серии, разумеется, не проходят. Впрочем, когда еще исправлять ситуацию, если не с лидером турнирной таблицы? По всей видимости, также подумали и игроки хозяйской команды и сходу бросились атаковать ворота Долгопрудного. Тем не менее, счет матча открыли гости. По истечении 15 минут игры прострел с правого фланга замкнул оставленный без опеки Никита Баженов. Передача удар, гол. Забивает Никита Баженов. Первая же атака Долгопрудного. Впрочем, пропущенный мяч подопечных Вадима Гаранина ничуть не смутил. Восстановить сатус-кво тверской команде удалось всего через минуту. Начав с центра поля, «Тверь» соорудила абсолютно симметричный ответ. Александр Джумаев прострелил справа и одинокий Алексей Орлов сравнял счет на радость зрителям, пришедшим на стадион «Юность». Такой же прострел с фланга. И Алексей Орлов сравнивает счет. Блестяще быстро команда справилась. Оставшееся время до перерыва, а также большую часть второго тайма «Тверь» владела заметным преимуществом. Однако перевести его в голы не смогла. Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный итоговый счет 1-1. Потеряв два очка, «Тверской коллектив» опустился на две строчки в табеле о рангах. Комментируя итоги последней в этом году домашней встречи, наставник «Тверской команды» Вадим Гаранин отметил, что в целом его подопечные провели хорошую игру и посетовал на то, что команда не смогла забить столько, сколько ей было нужно для победы, несмотря на созданные моменты. «Неплохая игра с нашей стороны. Много, опять-таки, действий, которые мы отрабатываем. И если, насколько это возможно, наверное, это невозможно от чего-то отойти, то, наверное, мы были бы многими аспектами довольны». Вновь схлестнуться с лидером группы «Два» Твери предстоит уже в грядущий четверг 12 ноября. Спаренные игры с подмосковным коллективом обусловлены так называемым «зеркальным календарем». Игру с 16-го тура коллектив «С берегов Волги» проведет уже на выезде. Начало встречи намечено на 16.00. Зрителей на трибунах не будет.